Привет зритель! Как перелить облепиховый сироп? По-моему яблочное тем же путем переливало. У меня тут облепиховый сироп. Кому интересный рецепт облепихового сиропа? Я по-моему что-то подобное говорила в последнем ролике на телефон снятый. Вообще таким голосом сейчас наверное хорошо АСМР говорить. Хоть у меня температура повергла в рог, наверное одну подписчику новую. Нормальная, 35,7. Но состояние у меня такое. Я сейчас кофе короче попила с молоком. Да, вот. Примерно такой же один в один. Как сейчас там баночка стоит. И это меня так жар такой конкретный бросило. Там у меня чай черный с облепихой. Короче банками что-то у меня такой напряг. Я знаю, что в саду есть две банки. И мне туда навести корзиночку, которую я забирала. Еще мне там надо взять качан капусты. А еще мне там надо задать свою картошку. Но как бы последние два это не суть важно. Главное вот именно банки. Потому что у меня вот та банка осталась и вот эта. Но еще банка будет, если я выпью в темпе вальса. Ну, опять я там, я ее ничего покажу. Сыворотка. Мне тут выдали на днях сыворотки. У меня тут столько всяких заготовок. Еще я как-то, ну, да, тут у меня даже яблочное желе. Так как-то получилось, что вот там посыпаются. Совсем не хочется чего-то такого. Ну, конфет у меня там молочный шоколад. Мерсидис, это еще молочный шоколад другой. Финики есть. Вот как-то не хочется ничего такого. Ну, может там печенье какого-то. Ну, даже не знаю, какое купить. А делать сейчас что-то как-то. Я икнула еще сейчас. Как-то, ну, не знаю, сил нет. Потому что и так дофига всяких дел. И у меня тут гора просто. Тут куча яблок. Я еще вчера яблок собрала. И обрепись и надрала немножко. В том месте, где ее видела, там ее много. Но думаю туда в середине-сентября лучше сходить уже. После того, как в деревню сгоняю на помыжение временное. И... У меня тут, кстати, есть пухарики. У меня было лишнее масло. Но осталось масло от них. И я это... На нем делала себе макалочку. Куда-ка? А, сковородка уже тут. В общем, вот. Что-то еще хотел сказать. А вот эта тыква у меня одна все-таки помирает. Мне ее надо сегодня уделать. Вчера заметила. Ну, в принципе, если моя тетя сказала, что две недели она лежит, она уже неделю у меня залежала там, где в деревне была. Так вот, что я с ней-то хотела? Показать, как... Способ. Очередной лайфхак, блин. В этот блог плейлист пойдет с этими блогами. Что там у меня? Туда же, куда вот предыдущий ролик пошел. В общем, я думала, как бы перелить, потому что обычная ложка там черплю. Как бы или поваревкой. Но тут узкое горлышко довольно-таки. Ну, для ложка поваревки. Я попробовала через вот эту штуковину воронку. И внезапно оно даже... Как бы странно-то показать, где-нибудь. Короче, оно вполне себе реально прошло через воронку. Думаю, может, у меня все это влезет в эту баночку. А в сад, если что, сгоняю тогда завтра. Хотелось сегодня выдвинуть, но так как в третьей школе, где учатся правнучкам моей двоюродной последней бабушки, по линии бабушки, при ней мамы, бабушкины, короче, младшей сестры учатся в третьей школе. У них там, вон, еще капелька капает. Первое сентября на второе перенесли. Ну, мне кажется, там много где перенести первое на второе. Может быть, по всей России, фиг знает. А оказалось, она просто... Ну, в общем, она и в городе. Но не по этой причине. И я, наверное, в среду поеду, потому что завтра, скорее всего... Ну, даже если у меня вдруг пройдет горло, как-то надо дом... Ну, все же ближе к дому. Менее себя нагружать, потому что я сегодня еще как-то судорогу словила. И я теперь умею в ауле перемещаться более дольше, чем обычный человек, мутант. Ледик. Там у меня варенье. Ну, и, короче, я думаю, что, может быть, мне тогда... Так как варенье все равно еще сегодня проварить надо, в предыдущем ролике я говорила, рецепт варенья-варенья, то я завтра, наверное, сгоняюсь за этими баночками. Сегодня я вообще хотела кота вывезти на прогулку. Правда, я еще шлейку не находила. Теста вот так вывезти. Но так как сейчас все дети в первом сентябре, то одна качелька свободна, та же другая свободна. Я вот думаю, может просто выползти на качельку, где я вот с этого телефона первый раз стримила. И просто погулять так вот спокойно, без всяких напрягов. Потому что у меня там по плану все рябокло. И как-то вот надо уже втягиваться в рот. Вот там вот мой огурчик. Вот тут все вообще вот здесь. Здесь это вот. Тут ничего покупного в принципе нет. Ну, кроме клюквы. Клюквы и облепеха вот покупные были, да? Огурчик с моей огуречной фермы, скажем так, шутка. Ну, с балкона. Помидоры, это из сад. Вот яблоки. Вот эти, это от соседей. Я не помню тот ролик я записала, смонтировала еще или нет. А эти вот в прошлый раз, я когда обнаружила припиху, там были красные яблочки. А эти я не заметила. Эти красные яблочки, их уже нема. Может быть даже это эти были. И вот они краснеют. И вот самые красные, такие конкретно, они только наверху. А внизу, ну, еще не очень. Я так несколько штук, что-то штук 12, что ли, собрала. И вот попробую их. Я так понимаю, что они могут дольше полежать, чем остальные яблоки. И может где-нибудь в середине сентября или к концу сентября. Ну, когда поеду за облепихой. Короче, в общем, там же и возьму этих яблочек. Вот здесь, вот видите, она так помирает. Надо будет сегодня ее, ну, как кушать с морковкой. Табачок тоже наш. Полотенечко от зверки из тюмени. Ну, в общем, вот. Наверное, это для тех, кто... Ну, как бы я какое-то лето мало, действительно, вроде как писала. Точнее, писала много, но мало выкладывала, потому что у меня много еще до сих пор не смонтировано. Там мне человек говорил, что у меня землетрясение. Видимо, ролик до конца не осилил, потому что я в том ролике говорила, или не смотрела до того момента, про свою рукотряску. Ну, она чуть-чуть как дрожат лапы, ну да. Ну, я тут как бы простуженная. У меня насморк кашель. Горло болит. Голос вот такой вот специфический. В общем, всем пока.